Спиро Теодор Агню, 39-й вице-президент США от республиканской партии с 1969 по 1973 год, был членом Американо-греческого прогрессивного просветительского союза. Ранее жизнь выходец из принявшей протестантизм греческой семьи, в молодости перешел из демократической в республиканскую партию. С января 1967 года по январь 1969 губернатор Мэрилэнда отличался крайне консервативными взглядами, резко выступал против движений за права афроамериканцев и противников войны во Вьетнаме. Политическая карьера. Избирался вице-президентом вместе с Никсоном на два срока в 1968 и 1972. На выборах 1976 планировал баллотироваться в президенты. В июне 1973 года были преданы гласности некоторые его финансовые злоупотребления и началось судебное преследование. 10 октября 1973 года Огню в рамках соглашения о признании вины фактически признал одно из обвинений и ушел в отставку с поста вице-президента. Огню стал вторым вице-президентом США, ушедшим в отставку. Уже в 1983 году, 10 лет спустя, Огню выплатил штату Мэрилэнд по гражданскому иску, последовавшему из-за данного дела, 270 тысяч долларов. Это поставило крест на всех президентских амбициях Огню. Кроме того, из-за признания обвинений по законам штата он был лишен адвокатской лицензии. Он обвинил в случившемся Никсона, который, с точки зрения Огню, распорядился начать расследование против своего вице-президента, чтобы отвлечь внимание от прямо затрагивавшего его самого скандала Уатергейт. Известно из преданных гласности по делу Уатергейта записи переговоров Никсона, что он обсуждал со своим окружением отставку Огню еще до выборов 1972 года. В любом случае подобная стратегия не спасла Никсона, вынужденного под угрозой импичмента уже в августе 1974 также подать в отставку. В 1980 году Огню даже намекал на то, что Никсон угрожал его убить в случае, если он не покинет вице-президентский пост. Впоследствии он написал автобиографический роман об этих событиях. После событий 1973-1974 годов Никсон и Огню ни разу не виделись. Когда Никсон умер в 1994 году, ненадолго его переживший Огню, однако, явился на похороны экс-президента США. Смерть. Скончался и похоронен в Мэриланде. Огню умер от лейкемии, диагностированный всего за день до смерти, когда его госпитализировали.